Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, аналитика подключена и готова к работе. Но прежде чем переходить к анализу данных, которых мы коснемся уже в этом уроке, надо сказать еще несколько слов о настройках аккаунта и раздаче прав. Панель, из которой мы взяли в прошлом видео идентификатора отслеживания, находится вот здесь, в закладке администратор. Вот он. Но кроме того здесь есть идентификатор аккаунта. И еще есть представление и идентификатор представлений. Что это все такое? Это матрешка. У вас есть гугл аккаунт, условно это ваша электронная почта. К нему привязана гугл аналитика, в которой тоже есть аккаунт. В этом аккаунте есть ресурс, конкретный сайт и по ресурсу есть еще представление. Условно можно сказать, что это отдельная выборка по разным показателям. Зачем нужна такая сложная схема? Аккаунт, ресурс, представление. Потому что у вас может быть несколько аккаунтов в аналитике. В каждом аккаунте может быть несколько сайтов, то есть ресурсов. И по каждому ресурсу может быть несколько представлений. То есть можно сказать, что все это нужно для внутренней логистики и для того, чтобы точно настроить раздачу прав. Вот у нас аккаунт Добер. В нем есть ресурс. Тут только один ресурс свельта.ру. И по свельте есть два представления. Можно выбрать, например, люди. Мы можем добавить ресурс. Причем добавим мы его в аккаунт Добер. Схема понятна и вам уже знакомая. Таким образом, в аккаунте Добер у нас уже два сайта. И по новому сайту только одно представление. По умолчанию это все данные по веб-сайту. Мы можем добавить сюда свои представления. Их будет уже несколько. И все это содержит еще дополнительные настройки. Вот эти три столбца — это список возможных действий по работе с аккаунтом, ресурсом и представлением соответственно. Их много и рассказать про все точно не хватит времени. Но каких-то самых основных мы коснемся просто в силу того, что нам нужно будет что-то сделать. Вот, например, я говорил, что такая структура в том числе нужна для тонкой раздачи прав. Если мы предоставим доступ на уровне аккаунта, то человек получит доступ ко всем сайтам, которые есть в этом аккаунте. Добавляем пользователя и определяем, что ему можно будет делать. Самое корневое — добавление пользователя и раздача прав. Это фактически администратор. При этом без права создания представлений, фильтров, целей и так далее. Вот он у нас появился. И как только человек примет приглашение, он сможет работать с аналитикой по всем сайтам аккаунта. А если мы ему предоставим доступ на уровне ресурса, мы уже дадим ему доступ только к одному выбранному нами ресурсу. Сейчас он имеет на него права, потому что мы ему отдали их на уровне аккаунта. А если мы отдадим права на уровне представления, то пользователь сможет видеть только те данные, которые мы в этом представлении готовы отразить. То есть только по одному ресурсу и только выборочные данные. И все это после того, как права назначены, находится у пользователя вот здесь. Вот у нас два сайта в аккаунте Добер и два представления в ресурсе свильта. И я могу из них выбирать. А вот этот аккаунт Прожектор это уже аккаунт, к которому мне дали доступ. В аккаунте один ресурс и одно представление. А может быть мне дали доступ только к одному ресурсу и одному представлению. Я этого не знаю, да мне это и не важно, потому что у меня в этом представлении есть все данные по веб-сайту. И как раз на примере этого сайта мы будем разбираться с аналитикой. И первое, с чем надо разобраться, это основные термины. Основные расчетные единицы аналитики. Уже на этом уровне могут быть искажения, которые приведут к неверным выводам на последующих уровнях. Вот на главной странице прямо вот главное, что тут есть, это пользователи сеанса и просмотра. Это фундаментальные единицы. На основании этих показателей рассчитываются другие представленные здесь метрики. Путем деления одного на другое. Либо на основании действий или бездействий, пользователя. Например, показатели отказов — это сеанс, в результате которого пользователь не выполнил ни одного действия на сайте. О показателе отказов мы будем говорить подробно, а пока разберем три основные единицы — пользователи, сеансы и просмотры. С пользователями, я думаю, все понятно — это любой пользователь, который зашел на страницу. Аналитика при первом заходе добавляет в его браузер куклу с идентификатором браузера и отмечает нового пользователя. Запускает первый сеанс, если пользователь в течение 30 минут ничего не делает на сайте, сеанс закрывается. Если через 30 минут пользователь вдруг что-то сделает на сайте, например, перейдет на другую страницу, аналитикса отметит уже второй сеанс с этим идентификатором и так далее. Продолжительность таймаута эти 30 минут можно изменить в настройках, но без какой-то объективной необходимости я вам этого делать не советую. Все, что пользователь будет делать на сайте, будет засчитано на одного пользователя. Все переходы на разные страницы, включая, кстати, просто обновление страниц, будут засчитаны как просмотры страниц. Это вот этот показатель. То есть с тремя показателями мы разобрались. У нас может быть один пользователь, несколько сеансов и может быть много страниц, просмотренных одним пользователем. А что тогда такое уникальные пользователи? На сленге их называют уники, на самом деле их нет, хотя такое определение вы можете услышать до сих пор. Когда-то они действительно присутствовали в аналитике, но сейчас тут есть только пользователи и новые пользователи. Пользователи — это те люди, ну или скорее устройства, за которыми все-таки стоят люди, которые зашли на сайт за отчетный период. Сколько бы раз пользователь не зашел, он будет отмечен как один. Увеличиваться будет только количество сессий. Но это именно за отчетный период. Если вы посмотрите за период январь-апрель и отдельно за январь-февраль-март-апрель, то получите разные цифры, так как в первом случае один пользователь покажется только один раз, а во втором как четыре разных человека. Поэтому не стоит брать короткие отчетные периоды, скидывать их в Excel и плюсовать. Показатели будут неадекватны, реальному положению дел. Также период определяет новых пользователей. Если до отчетного периода идентификатор устройства ни разу не появлялся в аналитике, оно будет отмечено как новый пользователь. Я делаю акцент на устройстве, поскольку человек может быть один, но заходить с разных устройств, и будет отмечаться как новый. Кроме того, куки могут слететь. При определенных настройках и в определенных браузерах может быть установлен режим анонимности, в том числе для аналитики. Но это частности, которые дают минимальную погрешность. Таким образом мы разобрались со всеми показателями, кроме показателя отказов, бонус рейд. Но это уже в следующем видео, поскольку звучит это угрожающее, и многие придают этому большое значение, не всегда понимая, что это значит. Поэтому следующее видео мы начнем с этой завораживающей темы. Как говорилось в одном знаменитом фильме, сова не то, чем кажется.